Адрина, какая это цифра? А почему надо учиться? Потому что, что ты была умная, а не глупая. Пусть я буду глупая, вот пусть. И что, что все смеялись на тобой? Вы интересовались вообще дополнительным заработком. Вы скажите, опыт был ранее вообще? А откуда вы видите, что я интересовался заработком? А вот, у меня анкета ваша перед глазами стоит. А откуда она у вас взялась? Ну, потому что вы интересовались у нас в рекламе заработком заполнительным. Указали свое имя, почту, фамилию, номер телефона. Я ни в каком центре инвестированных пропозиций, или как вы там себя обозвали, я не регистрировался. Нет, что, я себя не обзывала, куда мне? Я звоню вам по поводу того, что вы интересовались дополнительным заработком. Ну, я, наверное, правильно понимаю, что вы не осознали, да? Я у вас не регистрировался. Ну, смотрите, если бы вы не регистрировались, у меня бы не было вашей анкеты, понимаете? Нет, не понимаю. Не понимаете, ну а как вам еще объяснить? Ну, как-нибудь попробуйте объяснить, откуда вы взяли мой телефон, и вообще, если я к вам никаких своих запросов не засылал. Вы расставляли в рекламе, заполняли регистрацию, по поводу того, что вы ищете дополнительный заработок. Вот именно поэтому я вам и звоню. Ваша компания в этой рекламе не фигурировала, которую я оставлял. Так это центр финансированных инвестиций. Это общий центр по всем инвестициям, которые есть. В такой компании я регистрацию не проходил. Проходили. Если бы не проходили, не было бы анкеты. Даже если и не проходили. Хорошо. Я вам сейчас даю возможность вообще попробовать работать с нашей компанией. Вы даже ничего не слышали. Поэтому говорить неинтересно, это неактуально. Ну, мне неинтересно. А почему? Не знаю. Просто неинтересно и все. Так вы даже не знаете. Так вы даже не знаете, как моя компания работает. Как мы деньги зарабатываем. Вы же ничего вообще не знаете. Уже говорите, неинтересно. Мне и узнавать неинтересно. Неинтересно. А вы вот когда-то фильм по обложке судили, что он неинтересный. Здесь вообще такая же ситуация просто. Ничего и чего. Видите, как интересно выходит. Ну, вот. Как вы можете, например, да, вы прочитали первую страницу книги. Вы что, скажете, что она неинтересная? Так вы даже ничего не прочитали абсолютно. А уже говорите, что неинтересно. И как это вообще должно на меня повлиять? Вот то, что вы сейчас говорите. Ну, вы интересовались дополнительным заработком. Я вам звоню на себя. Нет, не интересовался. По-моему, все латично. Правда? Нет, не интересовался. Если бы не интересовались, не было по Мариинкам. Не факт. Не было бы вашей анкете, если бы не интересовались. Нет, не факт. Неубедительно. Но как это не факт? Нет, конечно. Кирилл Ивановский это вообще персонаж мошеннического ролика из Ютуба. Вы что, не знаете? А, вы что, еще видеоблогер? Слушайте, как прикольно получилось. Вы, конечно, надо чуть пограмотнее быть. Кирилл Ивановский это тот, который там Восток, по-моему, что-то там делает. Он уже у всех на слугу и у всех задолбал. Зачем вы мне приписываете эту личность? То есть, вы не Кирилл? Нет, конечно. Ну, а как же вас зовут тогда? А вы с какой целью? Вы познакомиться хотите? Ну, конечно. У вас серьезная цель? Я представилась. У вас серьезная цель? А вы замужем? Да. Я нет. Вот это опасно. Тогда у вас может разыграться неудержимое желание выйти замуж. С такими знакомиться опасно. А почему? С такими-такими это какими? Ну, я женат. Мало ли, что моя жена мне скажет. Что ты тут знакомишься? Мне не нужно ничего. А? Ваша жена вам скажет большое спасибо за то, что вы заработаете деньги. А ничего другого я вам предложить не могу. Поверьте, я зарабатываю деньги. Не могу сказать, что я миллиардер, но семье хватает. Вам хватает деньги? Тогда зачем вы же оставляли анкету? Заявку? Я не оставлял заявку. Кто же оставил? Ну, наверное, вы. Зачем вы оставили заявку? Я, ну, 100%. Ну, конечно. В любом случае деньги лишними никогда не бывают. Абсолютно никогда. Поэтому вы мне скажите, вы слышали ранее такую компанию, как Доспром вообще? то есть есть те, которые отрицательно отвечают, да, на этот вопрос? Есть, которые не слышали в России? Ну, конечно же. Есть и такие. Круто. Они, наверное, все работают у вас в компании. Я... Нет, конечно, я знаю, что такое Газпром. Я в первый раз слышу, что такое Газпром. Расскажите мне. Это компания по добыче газа и нефти в России. Соответственно, Газпром даже нефть добывает. с Китаем о поставке газа в Китай. То есть, соответственно, сегодня Газпрому придет такая сумма. Это 2 миллиона долларов. За счет этих событий вы вообще вот как думаете, акции вырастут или упадут. Сколько придет? Что-что? Сколько придет денег? 2 миллиона долларов. Деточка, на 2 миллиона долларов у Газпрому даже картриджи заправить не хватит. В принтерах. Серьезно? А вы знаете, сколько они раз уже с Китаем составляли договор? Великий контракт с Великим Китаем на 2 миллиона долларов. Это ж до какой степени надо быть глупой, чтобы такое сморозить? я не могу обзывала. Ну, слушай, глупой, я себя никогда не обзывала и вы меня обзывать тоже не будете. Почему? Это я вас обзываю. А вы знаете, сколько раз вообще Китай сколько раз уже составлял договор с Газпромом? Деточка, вы хотя бы немножко посмотрели матчасть, узнали, какая капитализация у компании, какими суммами Газпром ворочает. Вы попали даже не пальцем в небо, я мог бы сказать, куда вы попали и каким вы пальцем. Вы показали свою полную неосведомленность, ну и, собственно говоря, глупость. Вы уж простите, что я так называю, но так оно и есть. С вас оборжаться можно, когда вы пытаетесь состроить себя великого специалиста. Слушайте, вы посмеялись? Ну, посмеялся, конечно. И посмеются еще другие люди. Ну, хорошо, а сколько же вот производит Китай газа в год? Китай не производит газ. Газ производит Газпром. Да. и Газпром тоже не производит газ. Газ не производится. Производит газ тогда, когда в пищевом меню очень много бобовых. Вот тогда газ действительно производится. А Газпром его добывает. Добывает. Ну, сколько же вот газа? Ну, я могу сказать только, сколько его выручка ежегодная за последний год, за 2020, нет, даже за 2020. Хотите, я вам скажу. Давайте. Ну, сейчас я гляну, секундочку, оно подгрузится. Так. Акции Газпром. Слушайте, почитать в интернете я могу. Ну, так вы что-то не посчитали, не почитали? Угу. Ну, у меня указывается 8 триллионов, только сейчас, хотите, я могу еще посмотреть в другом источнике. Посмотрите. Вам это полезно будет. Посмотрю, допустим, в Тинькове. конечно. Деточка, ну, я же не виноват, что вы так опростоволосились, но вы так обижаетесь, как будто бы я вам взял, вот, и вы так блестяще выступали, а я тут взял и всю малину переклакал. Ну, вы же сами. Молодой человек, я вот к вам как-то по-другому обращалась, может быть. Я вам хоть слово сказала какое-то, вот, деточка, что это за обращение вообще? Ну, а как вас назвать, если вы, ну, наивно и никакое? У меня имя есть. Да нет у вас имени. Имя есть у меня. Нет у вас. Прибыль одна. Прибыль Газпрома до вычета налогов и расходов. Ну, послушайте, вам же это никто не объяснит. Ну, смотрите, чего вы лишаетесь. И у меня есть имя. У половины мира есть имя. Ну, то есть, вам неинтересно слушать, какая выручка у Газпрома. Не по деточке никак по другому. Но если вы не производите впечатление взрослого человека, ну, кто вам виноват? Вы производите впечатление маленькой глупой деточки, которая пытается, в общем, что-то рассказать такое, вот, чересчур, чтобы все ахнули. А оно, ну, я не знаю. Не о чем. А, то есть, вы всех людей называете деточками, да? А вы себя и кого строите вопрос у меня? Нет, я называю деточки тех людей, которые похожи на младенцев разумом. Наивная курочка. Вы на кого похожи? Зачем вы мне это задаете, эти вопросы? Я на себя со стороны не смотрю. А посмотрели бы. Вы такая обидчивая, вам нельзя работать на такое. Выручка у него, вот, 6,3 миллиарда рублей. Вы со своими миллионами тут, я не знаю, запутались. Это еще по 20-му году. По 21-му году у него будет гораздо больше выручка. По 21-му там идут на десятки и сотни миллиардов. А вы со своими тут миллионами, как свону дробина. еще пытаетесь доказать, что вы умница большая. Стойте, вы знаете, какой очередной раз Китай вообще договаривается с Газпромом на проводку газа в Китай? Деточка, в любом случае, вот эта сумма, на которую вы ссывались и говорили, что она должна подорвать вообще, акции Газпрома должна подорвать. потому что я вам набрала не с целью того, чтобы вы на меня сказали деточка или как по-другому. Деточка, ну не переживайте вы так. Найдется человек, который будет вас называть как-то по-другому. Но это буду не я. вы будете так обращаться со своей дочкой, женой, с кем-то другим, но не со мной. Договорились? У меня таких глупых дочек и жен нету. Ну как я с ними буду так обращаться? Компанию капитализация в триллионы рублей, она тут подрывает миллионами какими-то жалкими. Вас в детстве воспитывали вообще, молодой человек? Деточка, ну не вам меня воспитывать. Ну что же вы так переживаете? Смотрите, как вы искричались-то все. А кому же вам, а кто же вас еще воспитает, кроме меня? Вы еще, да, поверьте, в моей жизни хватает других людей, кроме вас. Вы это такое бледное подобие на жалкое недоразумение, появившееся мимолетно на моем жизненном горизонте. А, слушайте, отлично очень выходит вообще, согласны? Вы, вам вот сколько лет-то? Вы пытаетесь... Вот 27 лет, мне 44 года. Вы пытаетесь со мной перекричать меня, разговаривая со мной, докричаться, то есть, кто будет говорить о воспитании? Вы с таким поведением? Деточка, ну о чем вы? Давайте представим ситуацию. Вы не то, что не воспитаны. Дали понять, что вы глупый человек. Вот как бы вы обращались с таким человеком? Вы мне скажите просто. Ну вам что, если вы будете себя так вести, вам еще много людей скажут, что вы глупые. Ну что ж, вы будете на всех кричать? Давайте уже начните умнеть, тогда вам никто не скажет, что вы глупые. Ну кто виноват, что вы морозите? Как, я не знаю, как после горячки. Да слушайте, давайте вы будете вот решать в рамках своего вот круга общения, хорошо? Ну пока вы мне позвонили, деточка. Значит, я буду решать вообще везде, где дотянусь. Нет, вы не будете решать. Ну я уже решаю, видите? Вы только решили то, что, нет, стойте, вы решили то, что вы можете со мной так обращаться. Ну я обращаюсь так, а вы не можете ничего сделать, деточка. Видите, я вас, я в десятый раз вам повторяю, деточка, и вы пищите, кричите, ерепенитесь, но ничего не можете сделать. И вы говорите, что я деточка? Да как так вообще? Ну что вы так раскричались, деточка? Что вы плачете здесь, одинокая, глупая деточка, кокаином распятая в темных бульварах Москвы. Вашу шейку едва прикрывает горжеточка, высевшая вся и такая смешная, как вы. Вы знаете? Это прям про вас стихотворение писали. Послушайте, вы написали, наверное? Нет, это Вертинский. Почему я? Отлично вообще. Вот прям про меня. Ну, вот вы тут рыдаете сейчас. Не можете никак смириться с тем, что вас назвали не, я не знаю, графиня Мальбора, какой-то деточкой. Ну, суть-то ваша от этого не поменяется. Ну да. Пару судить. Так зачем судить? Зачем судить? Я же вам объяснил, с какой вот подоплекой я вас так называю. Я вам даже дочитаю это стихотворение. Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная. Я знаю, что крикнув, вы сможете спрыгнуть с ума. И когда вы умрете на этой скамейке кошмарная, ваш сиреневый трупик окутает саваном тьма. Не знаю, компания «Газпром». Не знаю, ее последние новости, которая выйдет скоро. Так не плачьте, не стоит, моя одинокая деточка, кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Лучше шейку свою задените потуже горжеточкой и ступайте туда, где никто вас не спросит, кто вы. Такие годы очень полезно на самом-то деле так делать. Вы очень умный мужчина, очень умный. Я дочитал стихотворение. Надеюсь, вам понравилось, деточка. Таким занимается. Вы молодец, серьезно. Вот каждый мужчина. А что, вы можете повторить то, что вы говорили? Я не раз вышел просто. Очень умно. Очень умно. Слушайте, вообще отлично. А вы со мной сейчас беседуете? Очень умно, что вы так говорите. Очень сильно умно. Ну, конечно, с кем же мне еще беседовать? Так я, ну, я не раз вышел то, что вы говорили. Повторите, пожалуйста. Деточка. Я понимаю вас прекрасно. Вот со слухом тоже. Ничего страшного. Вы так скажите вообще. Вот вы не знаете, да, ни компанию «Газпром», а что-то мне что-то говорите. Как так выходит? То есть, вы еще и грете. То есть, у вас чувство соображения на противозачаточном уровне. То есть, я, когда назвал вам капитализацию, выручку компании «Газпром», это свидетельствует о том, что я ее не знаю, да? Другого какого-то... Знаете такую компанию, как «Газпром?» Вы мне ответили «нет». То есть, вы мне соврали. То есть, вы до сих пор, вам надо подсказывать, да, чтобы вы сделали правильный вывод. Если я говорю потом о финансовых параметрах компании «Газпром», ваш мозг по-прежнему продолжает действовать в направлении «он ее не знает». Вот так у вас, да, вообще логика построена, мышление ваше? А у вас какая логика? Когда я спросила, вы знаете ли вы компанию «Газпром?» Ну, я вам объясню. Ваш вопрос для гражданина России, он очень глупый. У вас вообще все глупое, в том числе у вас вопрос. Можете спросить, знаю ли я город Москва, знаю ли я там фамилию Путин, еще вот это спросите. Ну, вы там что решили, покрякать мне? «Очень, очень здорово выходит. Сколько вам вообще лет? Напомните, пожалуйста». 44 года. 44 года. Не знаете фамилию Путина. Вы еще глупее, конечно, чем я думал. Вы меня поражаете просто. То есть, вот у вас как-то в голове… А у вас гражданство вообще какое? Те слова, которые вы говорите или слышите, они у вас как-то в логические формы не облекаются, да? То есть, у вас какие-то нарушения, по всей видимости. Я вас спрашиваю, какое у вас вообще гражданство? Вы можете робко поинтересоваться, спрашивать вы не можете, вам полномочий таких не дано. Вы робко интересуетесь? Ну, конечно, как все по-другому? Ну, да, у меня российское гражданство. Российское. И не знаете фамилию Путина. Ну, то есть, у вас мозги вот в этом направлении, да, вы дали ответ? Слушайте, как же вы меня рассмешили? Вы мне настроение подняли на весь день. Деточка, я вам тоже немножко еще подниму настроение. Вы, наверное, выиграете большой приз. Потому что таких глупых у меня еще не было. Есть у вас одна реальная конкурентка, но та, наверное, все-таки немножко поумнее. Какая же конкурентка у вас есть? Ну, есть она в Ютубе, в общем, она фигурирует под названием «Фантастическая дурочка» на ролике написано. Но вы ее переплюнули, конечно. «Ладно, деточка, что-то вы замолчали. Скажите что-нибудь, поразите меня напоследок. поразите меня напоследок. впустую. С вами просто не о чем разговаривать. Видите, как вы все-таки начинаете прогрессировать. Общение со мной заставляет вас мыслить. До этого 27 лет было впустую, а тут вы начинаете немножко напрягать ваши извилины. Мне даже слышно, как они скрипят сюда. Они давно, видно, не напрягались. Смазывайте периодически с вашей извилины. Напрягайте хоть в чем-то. «Ну, ваши-то когда не имеют права, вы что?» «Что-что? Чего?» «Нет, ничего». «Поймите наконец-то, что вам не виноват никто, в вашем позоре виноваты вы сами. Можете, конечно, можете, конечно, огрызаться, пойти сейчас кого-нибудь покусать в отместку. Это не исправит ситуацию. В вашем позоре виноваты вы сами. «Ну, конечно. И в том, что вы не знаете последних Новосибирскому, это тоже я виновата. Отлично сваливайте вину на других людей». «Девочка, давайте мы с вами проведем эксперимент. Вот сегодня вы говорите… «Нет, с вами я ничего проводить не буду». «Все, сдали сдались…» «Сдались…» «Сливаемся, сливаемся, сливаемся…» «А для того, чтобы вам объяснить то, что вы оставили у нас заявку и, соответственно, вам объяснить, как мы вообще заработаем». эксперименты будете вы вы не поняли, где вы лопухнулись. Вы много крат лопухнулись, но говорить мне сейчас по московскому времени 20 часов, банковский день закончен. В Китае вообще ночь. Сегодня придут аж целых несколько миллионов долларов. Как слону-дробина придут в Господь. И когда придут? Ночью. не хватает дня, ни в Китае не хватает дня, ни в Москве, они ночью такие страшные контракты запускают. Это не акция, я вам еще раз говорю. Вы будете продолжать утверждать, что вы не глупая? Вы сказали сегодня. Это не акция. Вы знаете, что такое акция вообще? Вы сказали сегодня. Вы знаете, что такое акция? Я знаю, что такое акция. не знаете. Ну, вы глухая или вы глупенькая? Ну, по вашим словам, я какая? Вы же меня уже так назвали. Если я отвечаю, я отвечаю следующим образом. Я знаю, что такое акция. А вы меня переспрашиваете, как будто бы вы не слышали этой фразы. То вы либо глухая, либо глупенькая. Я другого не могу подобрать. Естественно, одно из двух. Вы мне скажите, что же такое акция? Акция это ценная бумага, которая дает ее обладателю право на часть бизнеса компании. Право на часть бизнеса компании. облигация. Облигация это по сути долговая расписка. Она свидетельствует о том, что владелец этой облигации дал какому-то эмитенту компании или государству ли часть денег в долг. И есть соответствующая процентная ставка доходной с облигацией. Вот тот, кто занимал долг обязуется вернуть эти деньги с соответствующей доходностью. Обычно указывается процентная доходность за год. А почему вы с такими занями никогда не инвестировали ни во что? Ну вот следующие вопросы они уже будут платные. И вы мне теперь будете рассказывать что вы там блестящий спич провернули с компанией Газпром. А вы знаете что такое облигация? Повторить сможете то что я сказал? Повторить что такое облигация? Да сможете повторить? Я работаю в этой компании брокерской компании и я не буду знать что такое облигация Ну я думаю что вы не работаете в брокерской компании вы работаете в каком-то захудалом колл-центре украинском который пытается выдать себя за брокера и получить с доверчивых граждан деньги 100% ну а как же 100% так и есть Я рад что вы это сами подтверждаете чёрный пруд там лилии цветут там лилии цветы лилии затane плохо лилии казн